Здравствуйте! В эфире новости телеканала ТУВА-24 в студии Айдана Ховалых. И сегодня в нашем выпуске. В регионе объявлен особый противопожарный режим. Волонтёры ТУВЫ сдают кровь для пострадавших в Донецке и Луганске. Теперь школьные парты производят и в ТУВЕ. В автобусах Кызыла появились видеокамеры. Особый противопожарный режим в ТУВЕ продлится до 15 мая. Он действует в 11 районах. О мерах профилактики пожаров и штрафах за разжигание костра расскажет Алдын Кызбуян. В этот период запрещается разводить костры, сжигать мусор, листву, траву. За нарушение требований меры наказания ужесточат. По всей республике за соблюдением правил пожарной безопасности будут следить рейдовые группы, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. При выявлении нарушений особого противопожарного режима нарушители понесут административное наказание в виде штрафа. Сотрудники МЧС каждый день рассказывают гражданам о пожарной безопасности и действиях при пожаре. Подключились и органы местного самоуправления. Они рекомендуют увеличить противопожарные разрывы на границах населенных пунктов и создать минерализованные полосы. В Туве стартовала акция «Доноры Донбассу». Это часть деятельности волонтерского центра «Единая Россия». Мероприятие приурочено ко Дню Донора. Добровольцы республики сдают кровь для жителей Донбасса. Инна Клаян продолжит тему. День Донора – это праздник в честь людей, которые помогают нуждающимся в самый трудный момент их жизни. И Тува не остается в стороне. В республике на сегодняшний день более 300 почетных доноров. Акция «Доноры Донбассу» проходит во всех регионах России. Сдают кровь для раненых бойцов и пострадавших от обстрелов мирных жителей Донецкой и Луганской областей. Перед процедурой необходимо пройти медосмотр. Затем донору предлагают чай и направляют в процедурный кабинет. На станцию переливания крови приходят как по одному, так и организованными группами. В числе добровольцев также активисты партии «Единая Россия». Мы, неравнодушные жители Тувы, присоединяемся к данной акции, чтобы помочь жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. И призываю всех жителей Тувы присоединиться к данной акции. Пришел сдать кровь жителям Донбасса, а также нашим ребятам, которые там лежат в госпиталях, и чтобы был какой-то запас. Также недавно мы с докторами отправляли гуманитарную помощь на Донбасс. Вот для меня это большая честь. Акция «Доноры Донбассу» продлится до конца апреля. В ней могут принять участие все неравнодушные жители республики. Инна Калаян, Чахан Донгак, Буян Солчак, телеканал Тува-24. В республике набирает обороты онлайн-голосование по формированию комфортной городской среды. В Кызыле лидирует аллея медиков, аллея славы, смотровая площадка на горе Деуге и общественная территория на башне. Подробности далее. Здесь между двумя домами, между Каленино, дом 8 и Кичелово, дом 3А, сами жители уже запутались, где тут проезжая часть, а где тротуар. А придомовая часть дороги давно требует большого ремонта. Сегодня общественная территория микрорайона башня занимает третье место в онлайн-голосовании. Напомним, что из восьми городских проектов выберут только четыре. Конечно, я бы была очень рада, чтобы наш город вообще был красивый, чистый и зеленый. А вы сами будете голосовать? Конечно. Каждый житель республики вправе проголосовать за тот или иной проект только один раз, авторизовавшись на сайте 17.городсреда.ру через личный кабинет госуслуг. Уходим на сайт загородсреда.ру. В левом углу можно выбрать свой регион. Выбираем регион. И нажимаем в левом нижнем углу на кнопку «Принять участие». Если по какой-то причине на сайт зайти не получается, то жителям помогут проголосовать волонтеры ФКГС, у которых будет мобильное приложение, где также можно будет отдать свой голос. У нас приложение волонтеров ФКГС находится на доработке у «Строя России». Буквально через неделю, возможно, данное приложение будет работать. И уже волонтеры начнут приступать к помощи по онлайн-голосованию. На сегодняшний день 200 волонтеров по всей республике пока только информируют население о голосовании. Для того, чтобы каждый, кто старше 14 лет, мог повлиять на развитие городской среды. Опознать волонтера можно будет по униформе. Это белая футболка, кепка с надписями «ФКГС». Прежде чем волонтер зарегистрировать человека в приложении ФКГС, ему нужно представиться. Далее запросить уже паспортные данные человека, для того, чтобы его зарегистрировать на данном приложении. Чтобы этот человек уже смог подать свой голос за тот или иной проект. Программа по формированию комфортной городской среды работает уже не один год. И от голосов самих жителей зависит, какой именно объект в республике будет выбран для благоустройства. В общественном транспорте Кызыла станет безопаснее. В городских автобусах установили камеры видеонаблюдения. Подробности далее. В общественном транспорте в целях безопасности должны быть установлены камеры видеонаблюдения. Требования вступили в силу еще в прошлом году. Однако закупить и установить камеры самостоятельно пассажироперевозчики не смогли. Миндор-Транс региона в этом году закупила 80 комплектов камер, которые и устанавливают на автобусы. Частные перевозчики, кто может, они устанавливают. Но, тем не менее, мы в этом году за счет бюджетных средств тоже закупили 80 комплектов. Все мы видим наблюдения. Полностью 100% охватили автобусы к Твук-Казаго-Транса. Установили еще на автобусах по маршруту Козыл-Супак. Там тоже 100% всех охватили. И частично 17 маршруты, частично 3-15 маршруты. То есть все пригородные маршруты. В маршрутном транспорте «Газель» должна быть минимум одна камера видеонаблюдения. В автобусах марки «ПАЗ» по две камеры. А в автобусах марки «ЛиАЗ» по три. Видеозаписи хранятся 30 дней. В автобусах МУП «Казыл-Гор-Транса» уже установили 39 комплектов камер. На сегодняшний день МУП «Казыл-Гор-Транс» установлена видеокамера для безопасности граждан. Автобусы у нас ездят по маршрутам. Вавилис-Казатон, Вавилис-Казатон-Южный, 5А, 11, 15А, 25, 13 и 6А. Автобусы по маршрутам «Казыл-Ак-Довурак», «Казыл-Эрдзин», «Казыл-Сарыксэп», «Казыл-Ховуаксы» с 1 июля также включатся в систему видеонаблюдения. Напомним, штрафы индивидуальным предпринимателям за неустановленные камеры составляют сумму до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам – до 100 тысяч. С уходом с российского рынка иностранных компаний местные предприниматели начали занимать свободные ниши. Так, тувинская компания «Селера», не дожидаясь, когда школы Тувы начнут испытывать затруднения с мебелью, решила открыть производство школьных парт, рассказывает Сайген Бирбио. Не только экономические санкции ставят под ножку производственникам. На местах есть локальные проблемы, которые останавливают производство. Со слов предпринимателей, одной из главных проблем является регулярное отключение электроэнергии. Вот и сегодня, когда наша съемочная группа прибыла на производство, станки опять не работают. Даже при этом работники не опускают руки и продолжают заниматься сборкой мебели. В конце прошлого года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» общество с ограниченной ответственностью «Селера» получило помощь от правительства Тувы. В прошлом году правительство поддержало нашу компанию и субсидировали 50% стоимости оборудования, которое мы закупили для производства. Это и кромкооблицовочный станок, это и формально раскроечные станки мы приобрели. Являясь резидентом промышленного парка республики, компания прежде всего работает в интересах экономики Тувы. Свою мебель надо побольше производить для того, чтобы увеличить долю производства собственной мебели. Потому что это будет экономить и муниципальные бюджеты, которые у нас заказывают мебель, это и региональный бюджет будет экономить. Хотели бы, конечно бы, чтобы резидентов промышленного парка поддержало государство, используя все федеральные, в том числе региональные меры поддержки для того, чтобы именно производство сосредотачивалось именно на нашем регионе, чтобы дальше мы могли свою продукцию реализовывать в ту же соседнюю Монголию, ну и там другие регионы. В начале этого года Селера получила долгожданное новое оборудование. Все на автоматике клеить. Заготовку туда запускаем и получаем готовое зелье. Хоть 0,4, хоть 2, хоть столы вот такими кромками клеить можно. Понятно. И во сколько раз увеличился, где можно? Раза 5-10. Благодаря новым станкам стало возможно собирать в цехе и школьные парты. У нас пока полного цикла нету производства. Мы закупаем металл, мы закупаем уже готовый металл. Для него мы собираем на своем производстве ламинат, сверлим его, то есть и собираем уже достаточно доступные парты и стулья. Селера – одна из самых стабильных компаний с 20-летним стажем работы в Туве. В планах расширения производства означает и дополнительные рабочие места. Это были новости на Тува-24. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова